Самарские новости спорта Первый по-настоящему горячий момент хозяева создали на седьмой минуте. Мяч даже залетел в ворота, но судья отменил гол из-за положения вне игры. А ближе к середине первого тайма начал сказываться класс команд. Волжане давили все опаснее. Но лик перерыва удалось сохранить благодаря игре голкипера гостей, генералова и каркасу ворот. Обнадеживающая игра в связи с тем, что нам пока тяжело с такими командами играть на равных, но ту игру, которую показали, она все-таки вселяет уверенность и то, что мы двигаемся в правильном направлении. Второй тайм проходил под преимуществом Самарского клуба. Хозяева раз за разом напрягали питерскую оборону. И все же количество переросло в качество. На 52-й минуте после розыгрыша очередного углового Корнеленко здорово поборолся за мяч и выдал передачу на Зотова. Мощный удар 1-0. Есть моменты, которые мы, может быть, где-то рискуем, где-то пробуем, но это футбол. Не нужно что-то преподносить соперникам, что они не ожидают. Если мы будем всегда играть стандартно, наверное, нас прочитают и не дадут нам играть в тот футбол, который мы хотим играть. После гола крылья продолжали атаковать и не давали возможности усомниться в своем преимуществе. Закрепить успех удалось ближе к концу встречи. На 86-й минуте еще один роскошный дальний удар нанес Саджан Миялович. И у голкипера гостей не было никаких шансов отразить этот мяч. Мы должны были показать хорошую игру и должны играть так каждый раз и не сдавать свои позиции. Очень приятно иметь ответственность за хороший результат. После победы крылья возглавляют турнирную таблицу с 19 баллами в 8 играх. Правда, конкуренты совсем рядом. Енисей отстает всего на 1 очко. Сохранить верхнюю строчку поможет удачная игра в следующем туре. Волжане в Тюмени сыграют против одноименного клуба 19 августа. Начало встречи в 16 часов по самарскому времени. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова